такие посылки пришли паяльник 3 евро с ингулировкой температуры наставлено 200 лат стол 3 или 4 евро можно было заказать все вот такие фото уже дополнительно но думаю для начала может он перегорит быстро не заказывал что вот метра не взял столько он лат потребляет при разных режимах тут написано 60 ватт но я в комментариях читал что 30 ватт он потребляет на самом 30 ватт он еще светится хорошо что светится не забудешь выключить вот это тоже светится но синий корпус а лампочка красная и когда вот так перевернешь то не видно она слабо светит тут красный корпус лампочка красная на ночь перевернута все равно более-менее видно я чувствую запах вроде бы быстро нагревается 350 температура градусов он уже наверно нагрелся он уже тут слабит только интересно каким образом он температурой регулирует там транзистор стоит он импульс на регулирует или как или там какой-то резистор или если импульс на таком по идее до 10 градусов например должен быстро загрузить загреться а потом уже импульсно прерываться поэтому так получится должно хорошо если так тогда хороший паяльник получается еще вот такие очки пришли они так блестят синим синим этим оттенком тут вот нам подражается часть желтая часть синяя хотя она синяя не является но они как-то так очень синие отражают не хочет минус 0 5 вообще-то мне нужно минус 1 на одно очко на одно окно минус 1 и 8 на другое минус 1 вот эти минус обе на минус 1 эти обе на минус 5 ну и чтоб зрение не попортить выбил на минус 5 с ними тоже лучше видно все не так хорошо как с этими минус 1 немножко как бы туман чувствуется надеюсь не будут зрения не портить еще хочу заказать очки с дырками которые вообще не должны зрение портить потому что там пробивается через дырку света он попадает прямо в глаз и видится изображение четки но там вообще нет нисколько дел 3 вот с этими очками все ясно четко с этими вот тут вот эти сделаны как бы железки но тут пластмасски для красоты мне всякие такие декорации которые как бы пробовать что-то имитировать мне нравится лучше если если например нет там какой-то функции на часах так лучше не делать искусственных кнопок и не соображать часы или какие-то металлы нет так лучше не делать имитацию металла чтоб красивее как бы выглядел а чем пластмасса не красиво она должна сказать еще красивее металл зачем это делать это видно таким синим каким-то видимо от ультравиолета что-то или что а вот эти так синим не отдают хотя бы чтоб распознавать более-менее слизи лица людей это так если стою на каком расстоянии двух метров так я вообще не вижу глаза человека он вообще не в глаза смотрит где-то так смотрит вот так надеюсь буду видеть когда их одеваю чувствуется такой желтый фильтр и все еще летает вот когда я тебя делаю у тебя на камере не видно и еще одна посылка последняя вот часы где-то стоило 1 евро кажется около налетки все чувствую что не очень их надо заказывать потому что этих часов есть и мне нравится что они тикают и спать мешают вроде все качественно но у таких дешевых часов там стоит резонатор он как правило они сильно отстают когда или спешат сильно или отстают вот эти китайские все часы которые я покупал они либо сильно отстают либо сильно спешат вот эти тоже на гербез покупал они спешили или отставали поэтому я разобрал их и заменил резонатор резонатор взял компьютерную вот такой плат он стоит тут более правильный резонатор где он тут стоит это не этот резонатор и не этот и не этот а вот этот его можно выпаять и заменить теперь они более точно идут хотя тоже не идеально тоже немножко спешат или отстают но не так сильно сколько времени на 2 минуты спешат тут я давно уже настраиваю часы где-то зимой там но все равно как видно этот резонатор тоже не очень уж хороший выход тоже есть посмотрим или будут они спешат или нет это для этих часов тут ой слишком длинные вижу уже стрелки взялся наверно шпанатик только разбирал пробовал ремонтировать тут у нас лучше новый купить ну а как то так вот еще процессор вот я с которым встроенным процессором тут вот вздувшись конденсатор был я заменил его вот этот вот 3300 микрофарад 6,3 вольт он отвечает за то что тут 1,2 вольта там формироваться или там 1,3 или 1,5 для процессора я так понял вот эти транзисторы тут есть 12 вольт все напряжение на них потом они формируют 1,2 там 1 и 5 вольт для процессора вот эти транзисторы и вот бросили и когда я мерил с процессором сопротивление между вот конденсатор этими ножками которыми я припаял тут они в параллель в пайме сопротивление было 5,6 Ом так мне показалось слишком низкое сопротивление поэтому я принес другой процессор его вставить посмотреть сколько с ним будет если будет нормально высокое сопротивление значит тот процессор нехороший сгорел а если будет то же самое значит тут плата наверное сгорела тут может еще эти конденсаторы надо менять может в общем тогда не знаю что тут сгорело в общем сперва нужно проверить в общем ставил я этот процессор заменил сопротивление 8 Ом там было 6 Ом тут 8 Ом значит это дело не в процессоре замененным процессором тоже не работает вот ничего не показывает нужно конечно еще видеокарту пробовать другую поставить если нет уже изображение то тут уже наверно ничего тут не стоит ставить потому что еще можно и видеокарту спалить потом она еще спалит и компьютер когда вот хороший ее поставишь можно радиатор только забрать вот эти транзисторы можно еще потом выпаять хотя их неудобно крепить поэтому не знаю не стоит с ними возить они на 30 вольт их не особо где применишь это старый процессор ддр2 ддр2 рамы процессор мд2 плюс старая видеокарта вот оригинальный процессор лучше наверное уже разбираться и не тратить время на ремонт то и нужно еще много времени потратить и так не удастся отремонтировать тут из старой все равно материнская плата ничего особо ценного и нет если даже бы и удалось удалось отремонтировать там потом за каких 20 еврах ее себестоимость то из этих 20 еврах нужно столько времени потратить чтобы на нормальной работе бы уже заработал бы эти деньги нужно было бы конечно чтоб свои навыки как бы мастерство поднять натренироваться на этой платье чтоб разобраться что сгорело но с другой стороны тут если бы не эта пайка что нужно паять там нет и дымом дышать вредным можно было бы и помыть потренироваться так то еще нужно дышать вот и процессор не греется как бы что-то на нем не поступает верно там какая-то некрасимка сгорела но вот этот не совсем подходит поэтому может я и как бы так чувствовал что не надо покупать что-то нужно вот этим вот подкусить чтоб он подошел и потом его гайкой закрепить но только бумажные они , что ли я звук может слышно вот эти сейчас единственное не нравились что они тикают но они еще не такие точно потому что вот стрелки болтаются мне немножко не совсем точно если у него так тихо тикает то ночью практически ничего не будет слышно и 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 я Несколько раздваивается изображение. Попробую показать, что будет видно. Так я покручиваю. На телефоне не видно. Глаза не видно. Так я голову поднимаю больше или больше. На определенной грани несколько раздваивается. Так размывается и раздваивается немножко. Под определенным углом. Не знаю, как так получается. На этих ничего такого нет. На камере это не очень. И где-то не вверху, а где-то в самой посередине это такое происходит. Такая как бы полоска есть, где раздваивается. Вот тут где-то область так-то есть. Если на эту область попасть, так она раздваивается. Ну вот, я что-то с стеклом связан. Посмотрим, как по-дель это будет. Там, ну ладно. Вот предпустики, очки стоили 1 евро 77. А вот эти очки 3 евро 06 еще с каким-то браком. Вот тут другой урей, как я говорила, с каким-то синим оттенком. Она фильтрует вместе на свет, видимо, синим поэтому отражается. Обратись еще хуже, чем у меня побитые пришлечки. Они блокируют синий свет, а я недавно вчера читал только, что светодиодные лампы, которые спускают синий свет, он вредит в глаза. Они очень сильно достаточно блокируют все такое, хоть становится более желтым в них. Думаю, должны ее укрепить, ее детку блокировать. Думаю, все детки. Думаю, делаем старую курицу. Думаю, все детки. Продолжение следует...